Здравствуйте, дорогие вязальщицы! Вы на канале Пара Спец, и с вами я, Тоня Февралева. Вот такая вот охапка пряжи передо мной, разноцветной. И я хочу вам показать сегодня новый способ набора петель, который я придумала сама. И очень красивые варианты исполнения этого набора покажу. Обязательно досмотрите это видео до конца, потому что каждая новая вариация будет интереснее и интереснее. Для начала покажу основу набора. Берем нить, хвостик у нас находится на указательном пальце, а нить от мотка на большом пальце. И прежде чем начать набор, делаем одну петлю вот таким вот образом, а потом на указательный палец делаем вот так вот еще один виток. И начинаем набирать петли. Вводим спицу в нижний виток и захватываем нить с большого пальца. Дальше вводим нить в верхний виток и снова захватываем нить с большого пальца. Скидываем все петли и подтягиваем. И так повторяем. Укладываем нить на большой палец, а указательным делаем два оборота, два витка. И снова набираем. Сначала за нижний, потом за верхний. Все скинули и указательным пальцем подтягиваем нить. И снова наматываем и набираем две петли. Скинули и затянули петли. И так набираем нужное нам количество петель. И у нас получается вот эта изнаночная сторона. А вот так вот с лицевой стороны выглядит. Достаточно эластичный набор. Подойдет абсолютно для всего. Теперь покажу второй вариант, когда у нас нить тройная. Складываем нашу нить таким образом. Сначала вдвое, оставляя хвостик нужной длины. И потом еще втрое. Вот так вот. Сложили. И переходим вот сюда, где у нас петля и нить идет к клубку. Через эту петлю подхватываем нить, чтобы получилось вот так. И тройную нить на указательный палец наматываем. А одинарная у нас идет на большой палец. И начинаем набор. Сначала за нижний виток петлю берем. И за верхний. Все скинули и подтянули. Опять намотали на палец. И делаем петлю. Скинули и подтянули. И так набираем нужное количество петель. И у нас получается вот этот валик внизу. Уже посмотрите какой толстый, объемный, эластичный. Просто красота получается. Третий вариант. Добавляем второй цвет. Мы берем две нити и отмеряем нужный длины хвостик. Дальше. Одну нить, которую мы будем вязать основное полотно, мы оставляем. А вторую нить вот так вот складываем вдвое и убираем. И у нас получается вот так вот. Дальше подхватываю нить через петлю. Тройную нить наматываю на указательный палец. А одну нить от матка на большой палец. И делаю набор. Сначала ввожу спицу в нижний виток и захватываю петлю. Затем в верхний виток и захватываю петлю. Скидываю и подтягиваю. И снова повторяю. Сначала в нижний виток, потом в верхний виток. Подтягиваю все. И так набираю нужное мне количество петель. И валик получается уже вот такой вот двухцветный. То есть мы добавили контрастную нить в самом начале, а потом, допустим, вяжем изделие. Может быть, с жаккардом, с этими же цветами. Может быть, просто мы так выделяем начало нашего вязания. И вот такая вот красота. И последний вариант набора, когда нам хочется набрать из нескольких цветов, я беру три, можно взять и четыре, и пять, и десять, сколько вам захочется. Берем все наши нити и делаем петлю. Далее определяем нить, которая у нас идет на большой палец. Это будет цвет наших петель, а те нити, которые у нас пойдут на указательный палец, они будут образовывать валик. Подкручиваем на указательный палец дважды нити и начинаем набор. За нижний виток и за верхний виток. Скинули и затянули. И повторяем. Подкрутили дважды. За нижний виток, за верхний виток. Скинули и подтянули. И так набираем столько, сколько нам нужно. В этом варианте мы можем абсолютно любое количество петель добавлять. А можем в процессе и менять цвет. Например, набрали желтым цветом, поменяли. И набираем фиолетовым цветом петли. Потом раз, снова поменяли и уже зеленым цветом наши петли будут. И посмотрите, как интересно получается. Внизу валик. Чем меньше вы затягиваете, тем больше и объемнее будет валик. Чем тоже затягиваете, тем тоже соответственно. Очень эластично. И для резинки подойдет, и для всего на свете подойдет. И можно, смотрите, чередовать один цвет, второй цвет, один цвет, второй цвет. Либо вот так вот прям большими полосками набирать. Очень-очень получилось интересно. Мне очень нравится. Я себя хвалю. Вот такой вот способ я придумала. Надеюсь, он вам понравился. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Мне очень приятно, что вы тратите свое время на меня. Я вам желаю всего самого-самого хорошего. С вами была Тоня Февралева. Всем пока!